Уважаемые коллеги, здравствуйте. В первую очередь я бы хотела поблагодарить организаторов данной конференции за право выступить здесь докладом. Меня зовут Трофименко Ирина Анатольевна, я представляю клинику ВМС, и у меня нет никакой финансовой заинтересованности в теме доклада. Я бы хотела искренне поблагодарить предыдущих докладчиков, потому что в каждой тематике рак эндометрия, рак шейки матки, опухоль яичника всегда звучала диффузия. Это очень здорово, поскольку мне не нужно, собственно, никакого введения о важности данной методики вам рассказывать, потому что она уже была раскрыта. Давайте поговорим о том, каких ошибок нам нужно избежать, потому что как только диффузионно-взвешенные изображения появляются в вашем протоколе, мы сразу сталкиваемся с тем, что мы видим что-то яркое, мы пишем, что это что-то злокачественное, потом выясняется, что это было не так, и мы в целом разочаровываемся методикой. Итак, насколько правомочно говорить о том, что любой сигнал высокой интенсивности на диффузионно-взвешенных изображениях является ограничением диффузии? В целом мы не можем трактовать диффузионно-взвешенные изображения в отрыве от карты КД, их всегда нужно трактовать вместе. Если мы видим, что какая-либо структура дает сигнал высокой интенсивности на изображениях с высоким B-фактором, наш следующий шаг — это смотреть на карты ИКД. Если эта же самая структура дает сигнал низкой интенсивности на карте ИКД, только в этом случае мы можем говорить, что имеет место истинное ограничение диффузии. О его причинах мы поговорим чуть позже. Другая ситуация, когда мы видим изображение, которое также демонстрирует высокий сигнал высокой интенсивности на изображениях с высоким коэффициентом диффузии, однако на картах ИКД оно тоже выглядит ярким. Это называется так называемым ложным эффектом ограничения диффузии или эффектом Т2-просвечивания. Почему это возникает? Как правило, это возникает в случае, когда какая-либо структура, чаще всего простая жидкость или муцинозная жидкость, также муцинозные опухоли, имеют очень длинное время Т2-релаксации. Потому что диффузионно взвешенное изображение, несмотря на свое название, это не только диффузия, это диффузия плюс Т2. И если изображение на Т2, точнее структура какая-то, характеризуется сигналом очень ярким, он на диффузии пробивается сквозь собственно диффузионную взвешенность и дает сигнал яркой интенсивности. Поэтому, если по какой-то причине вы не осмотрите на карты измеряемого коэффициента диффузии, вы подвергаете себя большому риску ошибиться. Итак, что же является причиной истинного ограничения диффузии? Две большие категории, две большие группы. Первая — это фосфолипидные мембраны. Так как молекулы диффузии диффундируют в каком-то жидкостном содержимом, будь то межклеточное пространство или внутриклеточное пространство, биологические фосфолипидные мембраны, мембраны ядра и мембраны клетки являются для них естественной преградой. Давайте посмотрим на эту условно здоровую клетку. У нее достаточно большой объем цитоплазмы, и ничто не мешает молекулам воды свободно в нем перемещаться. Это условно опухолевая клетка. У нее большое ядро, крупное ядерно-цитоплазматическое соотношение. Цитоплазмы мало, соответственно, диффузия для молекул воды будет ограничена, потому что они постоянно спотыкаются либо об ядерную мембрану, либо о клеточную мембрану. Давайте посмотрим, как это выглядит в гистотипе ткани. Условно нормальная ткань, у которой есть сформированное межклеточное пространство, там есть жидкость, и молекулы воды свободно в ней перемещаются, периодически встречая естественные клеточные мембраны. Это условно опухолевая ткань. У такой опухоли нет времени строить интерстиции. Клеточные мембраны и клетки упакованы плотно и прилежат друг к другу. Соответственно, жидкости в интерстициальном пространстве мало, и это является естественным фактором ограничения диффузии. То есть уже два показателя – плотность расположения клеток и крупное ядерно-цитоплазматическое соотношение – дают нам эффект ограничения диффузии. Классический пример – карцинома эндометрия. Достаточно низкий сигнал на Т2, яркий сигнал на диффузии, низкие показатели ЭКД. Яркая на диффузии, темная на ЭКД – истинное ограничение диффузии. Если вы только начали работать с методикой, смотрите на мочевой пузырь. То есть если мочевой пузырь яркий, соответственно, жидкость в мочевом пузыре ничем не ограничена ее диффузией. Стало быть, если структура, которую вы оцениваете, похожа на содержимое мочевого пузыря, значит диффузия там не ограничена. Очень удобно. Вторым аспектом, о котором многие забывают, есть ля-те вязкая среда. Представьте, что мы капаем чернила в стакан с водой. Они там расходятся не только под собственным весом, но и за счет эффекта диффузии. А если мы капнем те же чернила в стакан с медом, разве они там разойдутся? Нет. Почему? Потому что среда вязкая. Давайте посмотрим. С одной стороны в правом яичнике мы видим простую кистозную структуру. Она никак не изменяет сигнальные характеристики ни на ДВИ и выглядит так же, как простая жидкость, скажем, в мочевом пузыре или цереброспинальная жидкость в позвоночном канале. То есть мы не видим здесь эффекта ограничения диффузии. С другой стороны многокамерное кистозное образование в области левых придатков. Очень яркая структура на ДВИ, содержимое, именно жидкостное содержимое. Очень низкие значения на ЭКД. Но ведь на Т2 мы видим, что это не солидная ткань. Здесь уже не работает эффект плотного расположения мембран. Наоборот, здесь речь идет о вязкой среде. Что является вязкой средой? Необычная жидкость, но либо геморрагическая, либо гнойная содержимая. Итак, в каком контексте применения, собственно, в онкогинекологии может нам помочь диффузия? В любом. Это могут быть и опухоли эндометрия, и опухоли шейки матки, объемное образование яичников. Главное – правильно это трактовать. В аспекте опухоли эндометрия мы можем использовать диффузию с точки зрения дифференциальной диагностики доброкачественных гиперплазий или полипов и опухоли. Обратите внимание, чуть позже оговорюсь, в каком контексте нам это нужно, потому что на самом деле в клинической ситуации, согласитесь, необходимость дифференцировать на МРТ доброкачественную гиперплазию и опухоль – это казуистический случай. Эндометрии на сонографии, на УЗИ исследований, видно гораздо лучше, чем на МРТ. Разрешающая способность метода гораздо лучше, чем на МРТ. Но те случаи, когда мы имеем дело с цервикальными стенозами, с какими-то пациентками с высоким индексом массы тела, с проблемой в трансвагинальном сканировании, может быть, с большим увеличением размеров тела матки, и, соответственно, возникают технические сложности в проведении УЗИ, и плюс технические сложности, я имею в виду цервикальные стенозы, в получении материала здесь уже могут обратиться и к нам. На Т2 картинки, в принципе, по короткой оси тела матки довольно похожи. Мы видим и там, и там толстые эндометрии. Но давайте посмотрим на ЭКД. В данном случае мы не видим значимого ограничения диффузии. Показатели ЭКД очень высокие. В этом случае мы видим, какой низкий сигнал. Опять же, можно референсом взять простую жидкость. Но в случае, если мы выполним измерения, мы увидим, как они различаются. Но опять же, выставлять на основании только количественной оценки диффузии диагноз доброкачественной гиперплазии или малигнизированной гиперплазии, то есть локачественная опухоль эндометрия, я бы вам не советовала, потому что в случае с G1 опухолями, высокодифференцированными аденокарцидомами, показатели будут очень близки к таковым у полипов или доброкачественной гиперплазии. Я имею в виду железистые и нефиброзные полипы. Поэтому будьте с этим осторожны. Итак, для чего же на самом деле мы очень часто используем при опухолях эндометрия диффузионно взвешенные изображения? Давайте посмотрим на Т2. Кто бы здесь взялся достоверно говорить, где заканчивается опухоль и начинается тело матки? При описании семиотики всегда говорят, что опухоль эндометрия более гиперинтенсивна, чем миометрия. Ну да, где-то чуть более гиперинтенсивна, но где четкая граница? А гинеколог спрашивает, какая глубина энвазии. Это важный вопрос. На диффузии мы хорошо видим, собственно, саму опухоль, она достаточно яркая, но подтверждаем распространенность, мы всегда на постконтрастных сериях. И здесь я бы хотела прокомментировать вопрос по динамическому контрастированию. Собственно, это и есть получение… Динамическое контрастирование – это не только получение множественных серий в одной плоскости с получением кривых. Динамическое контрастирование – это оптимальный расчет времени. Так вот, оптимальная контрастность между миометрием, которая интенсивно накапливает контраст, но не сразу, не в первые 10-30 секунд после введения контрастного препарата, и между относительно гиповаскулярной опухолью, она достигается на промежутке 90-150 секунд. В этом случае будет темная опухоль, яркий миометрия, извините, прекрасная контрастность между ними. Давайте сравним, насколько это так. Итак, примерно одинаковый сигнал на Т2. Мы отлично видим опухоль на ДВИ, но в чем проблема? Мы не видим границы миометрия. Я вижу опухоль, но я не вижу, где у меня заканчивается стенка матки, насколько будет глубокая инфильтрация. В этом случае сейчас много бесплатных вариантов софта позволяет сделать вот такой красивый фьюжн. Вы берете в качестве маски Т2 взвешенное изображение, делаете цветное окортирование диффузии, вот вы видите наружный контур, и вот вы видите границу опухоли. Очень удобно. И на постконтрастных изображениях, сделанных как раз в период этого золотого окна, мы хорошо видим, насколько сопоставимы данные ДВИ и насколько сопоставимы данные постконтрастных изображений. Итак, потенциальные ошибки. О чем следует помнить для того, чтобы не ошибиться в интерпретации диффузии? Во-первых, секретор на эндометрии, будучи очень богатым белком с достаточно вязкой цитоплазмой, он будет в норме ограничивать диффузию. Смотрите на ЭКД. У вас будет яркий сигнал на ДВИ у любой женщины в секреторной фазе цикла. Во-вторых, полипоэндометрия. То же самое. Количественные критерии здесь работают не всегда. Средний показатель ЭКД в полипе может быть 1,1. Высокая и даже умеренно дифференцированная данная карциномия эндометрия, этот показатель может быть таким же. Будьте очень аккуратны. Не надо брать на себя работу гистолога. На данном итоге это не требуется. Итак, опухоли шейки матки. Может ли нам помочь здесь диффузия? И здесь я бы хотела за диффузию, если при эндометрии при опухоли я поднимаю одну руку, то при раке шейки матки сразу две руки, потому что нам пригодятся все диффузионно-взвешенные изображения. И с низким B-фактором, и с высоким B-фактором. Давайте посмотрим. Высокий B-фактор позволяет прекрасно увидеть опухоль. Сигнал от всех неизмененных тканей низкий, от объемного образования шейки высокий. Мы его отлично дифференцируем. То же самое, например, после проведенной лучевой терапии. Мы видим, что здесь не была достигнута полная агглютинация цервикального канала, здесь есть какие-то фрагменты ткани. На диффузию очень яркий участок привлекает наше внимание. Мы сравниваем с ЭКД, потому что пострадиационные изменения зачастую будут опять давать тот самый эффект просвечивания. И в анализе внеизмеряемого коэффициента диффузии мы можем ошибиться. Зачем же нам нужны изображения с низким фактором B-50? Мы все знаем, что они нужны, чтобы построить карту ЭКД, и обычно мы их пролистываем. В случае с опухолями шейки матки они имеют самостоятельное значение. Почему? Потому что очень часто мы не можем достоверно оценить на Т2 взвешенных изображениях, где заканчивается наружная цервикальная строма, внутренняя, вот она черненькая. Но это же не граница цервикальной стромы, на самом деле она заканчивается вот здесь. И вот на этом участке я не понимаю, где заканчивается цервикальная строма, а где начинается, извините, параметрий. Более того, вот здесь я не понимаю, где заканчивается параметрий, и где начинается клетчатка тазовой стенки. Но посмотрите, насколько это хорошо видно на диффузии. Вот граница цервикальной стромы, параметрий всегда будет яркий на низком B-факторе. И вот граница параметрии относительно клетчатки латеральной стенки таза. То есть сам по себе та последовательность, которая у нас является такой дополнительной, бонусной. Давайте посмотрим правде в глаза. Никто на нее не смотрит. Она позволяет здорово определяться с этой зональностью. Итак, потенциальная ошибка диффузии при рако шейки матки ввиду того, что он расположен рядом с ампулой прямой кишки, является также наличие артефактов. Посмотрите, здесь опухоль контактно распространяется на нижнюю треть влагалища. Мы видим это на Т2. Извините за цветопередачу, но я спрашивала, мы не можем выключить свет. И мы видим очень-очень яркий сигнал на аксиальных диффузионно взвешенных изображениях. Тут, соответственно, оператору приходит в голову гениальная мысль построить сагитальное изображение для того, чтобы подчеркнуть этот эффект. Однако, что мы видим? Непонятную геометрическую дисторцию и очень много гиперинтенсивного сигнала. Это объективные артефакты, но почему они возникли? Газ в прямой кишке – это зло. Уже на локалайзере, если вы видите, что вся ампула прямой кишки выполнена газом, нужно либо отправить пациента в туалет, либо поставить газоотводную трубку, но вам нужно от него избавиться. То же самое будет с опухолями предстательной железы. Иначе мы будем счастливыми обладателями вот такой выраженной геометрической дисторции яркого сигнала. На ботовые кисты. В целом, проблема будет только в шайн-троэффекте. Обычно это проблема, когда мы говорим о резидуальной опухоли после проведенной лучевой терапии, тоже смотрим на ЭКД и сразу понимаем, что это всё просто эффект просвечивания, и никакого истинного ограничения диффузии здесь нет. И, наконец, объёмное образование яичников, о которых уже говорили. Во-первых, диффузия позволяет здорово дифференцировать опухоли яичников от тубавариальных абсцессов. В данном случае мы видим многокамерную кистозную структуру. Здесь есть и тубарный компонент, и яичниковый компонент. Выраженные ограничения диффузии показателей ЭКД порядка 0,4. Однако, что важно, это показатели не в капсуле, не в пристеночных компонентах. Это показатели в жидкости. Мы говорили, что может давать вязкость. Это либо жировое содержимое, либо геморрагическое, либо септическое. В данном случае это объективно-тубавариальный абсцесс. Второй момент – очень похожая ситуация. Только здесь кистозно-солидное образование яичника, и мы видим, да, здесь есть участки ограничения диффузии гиперно-ДВИ, гипно-ЭКД. Однако, они соответствуют жидкостному компоненту? Нет, они соответствуют солидному компоненту. В этом случае мы говорим, что здесь явно эпителиальные опухоли яичника. Таким образом, очень важно при анализе диффузии определять, в каком компоненте, в жидкостном или в солидном, есть ограничение диффузии. Для этого очень важно убедиться, что ваши Т2 и ДВИ идут срез в срез. Потому что в случае, если Т2 у вас прошел скан вот так, а ДВИ вот так, вам нужно будет с 3D-курсором терять очень много времени, чтобы сопоставиться. А если у вас Т2 и ДВИ как близнецы братья с идентичной толщиной среза, числом срезов, у вас получается один срез в разных типах контрастности. Это очень здорово экономит время и улучшает дифференциальную диагностику. Каковы же потенциальные ошибки в использовании диффузии при опухолях яичников? Давайте посмотрим на этот случай. Небольшая кистозная структура в яичнике. И посмотрите, какой яркий сигнал на ДВИ и какой низкий сигнал на ЭКД. Это что такое микроабсцесс? Такой маленький фолликул почему-то с вязким содержимым? Если мы не смотрим на Т1, мы можем долго гадать. Но на Т1 мы видим, что сигнал яркий, это геморрагическое содержимое. Геморрагическое содержимое, так же как жировое содержимое, они ограничивают диффузию в норме. Именно поэтому к анализу содержимого, какое-либо образование яичника, проводить на ДВИ только после того, как посмотрели на Т2 и на Т1. А перитониальные импланты, о которых очень много и очень здорово говорил предыдущий докладчик, еще раз подчеркну, на Т2 можно очень долго пытаться найти перитониальный имплант, на диффузии за счет обнуления сигнала от асциты от нормальных тканей. Мы видим его очень контрастно. Та же ситуация с печенью. Мы могли бы увидеть вот этот перитониальный имплант, который инфильтрирует печеночную паренхему, но как только на диффузии мы выключаем сигнал от неизмененных тканей, посмотрите, вся практически брюшина по поверхности печени предоставляет такой один единый сливной ковер. А это уже не очень приятная локализация, если гинеколог планирует идти на дебалкинг и решается вопрос оцетередуктивной операции. Что же мы можем перепутать? И это удивительно, но анализируя поступки ордина, своих ординаторов, они очень часто переоценивают перитониальный канцероматоз, потому что, найдя или зная уже узлокачественные опухоли яичников, любая структура, ограничивающая диффузию по брюшине, сразу воспринимается как какое-то мягкотканное разрастание. Давайте посмотрим вот сюда. На диффузии мы видим тянущуюся участок ограничения диффузии. Если мы посмотрим на ИКД, здесь будет довольно низкий сигнал. Если мы посмотрим на Т2, что это может быть? Смотрим чуть ниже, и мы видим, что это такое. Это расширенные параметральные вены. В венах и венулах замедленный кровоток очень часто даёт ограничение диффузии, но оно будет ложным. Проблема в том, что его на ИКД будет очень трудно словить. Поэтому никогда не анализируйте диффузии в отрыве от Т2 взвешенных изображений. Иначе это всё будут просто белые какие-то участки, которые будут ставить вас в тупик, и которые очень трудно дифференцировать. Вот этот момент. Двустороннее образование яичников, объективно малигнизированное. Посмотрите, какой яркий сигнал на диффузии от солидного компонента. Теперь мы смотрим в область левого фланга, и вот что мы видим. Это может быть патологический инфильтрат по брюшине. Мы видели ковровое разрастание, и контур здесь не очень приятный. Однако, когда мы смотрим на Т2, опять же, срез в срез, посмотрите, как удобно, мы видим, что это просто петля кишки. Содержимое кишки очень часто ограничивают диффузию. Та же самая история. Посмотрели на ДВИ, нашли яркий сигнал, посмотрели на Т2 и на ЭКД, потому что без этого мы не можем достоверно интерпретировать ограничения диффузии. Итак, стромальные опухоли, в том числе доброкачественные, например, ТКОМ, прекрасно ограничивают диффузию, интенсивно накапливают контрастный препарат, и зачастую, если у этого пациента, у этой пациентки ещё есть выпад в полости таза, представляют для нас большую диагностическую трудность, поскольку являются, хоть и без некрозов, без кистозного компонента, солидными, зачастую с бугристыми контурами, с выраженным ограничением. Помните, в солидном, чисто солидном, без некрозов, без каких-либо вегетаций, без кистозного образования, в солидном образовании яичника диффузия может быть ограничена как раз в силу того, что это могут быть плотно упакованные клетки. Будьте очень аккуратны с этим. Итак, резюмировать свой доклад я бы хотела следующим. При интерпретации диффузионно-взвешенных изображений никогда не делайте этого без ЭКД, иначе мы не можем дифференцировать истинное и ложное ограничение диффузии. Помните о тканях, которые ограничивают диффузию в норме. Эндометрий в секреторную фазу цикла всегда будет светить на диффузионно-взвешенных изображениях. Низкий кровоток в венулах, лимфатические узлы, и нормальные, и поражённые, любая лимфоидная ткань всегда ограничивают диффузию. Для оценки распространённости опухоли тела и шейки матки. На нативных изображениях диффузионно-взвешенных вы видите опухоль, но вы не видите наружную границу строма и наружную границу, соответственно, тела матки. Газ в кишке, ампула прямой кишки, заполненная газом, это зло до смерти для диффузии, потому что это будут выраженные дистерционные артефакты и ложные участки повышения интенсивности сигнала. В объёмных образованиях яичников будьте уверены, что вы видите, где ограничена диффузия – в солидном компоненте или в жидкостном компоненте. Тубавариальные абсцессы, геморрагические кисты – они все будут давать ограничение диффузии. Кистозно-солидные опухоли. Здесь мы смотрим на солидный компонент, перитониальные импланты. Даже если бы диффузия могла только видеть перитониальные импланты, это всё равно была бы потрясающая методика. Но помимо этого она умеет делать ещё многие другие вещи. Спасибо за внимание, у меня всё. Вопросы? Ирина Анатольевна, а технически по времени это как-то удлиняет методику, или это абсолютно столько же по времени? В зависимости от того, что вы хотите получить, от 2 до 5 минут. То есть в случае, если вы хотите сделать скрининговое исследование всего таза, например, на предмет лимфоузлов или перитониальных имплантам, в среднем это на современном сканере около 2 минут. Соответственно, если вам нужен ещё верхний этаж брюшной полости, плюс ещё 3 минуты. То есть 5 минут при длительности исследования 25-30, я не думаю, что это большая погрешность. Другое дело, если вы, например, при опухолях шейки матки, мы часто делаем две диффузии. Одну по короткой оси для стадирования, а вторую просто для поиска лимфоузлов. Соответственно, первая может идти порядка 3-4 минут, а вторая будет идти 1,5 минуты, не больше. То есть диффузия в данном случае, диффузия розни, они используются с разными целями. А вот по поводу лимфоузлов, вы как-то, по-моему, не совсем остановились. Даёт что-то диффузия в линии лимфатических узлов? Мы только лучше видим сами лимфоузлы, но мы не можем на основании ни сигнальных характеристик, ни количественных оценок высказаться о том, это нормальные или это метастатически поражённые узлы. Есть тонны исследований, мультицентровых, больших ещё нет, но в целом они ведутся, насколько я знаю. Пытаются анализировать ЭКД, пытаются сопоставить интенсивность сигнала лимфоузел против мышц, и достоверных различий нет. Но это облегчает визуализацию. То есть просто на диффузии, на тёмном фоне, вы их очень быстро видите, вы их просто находите. Но высказаться об их природе диффузия не позволяет. Спасибо большое. Елена Анатольевна, я не очень уловила по поводу эффекта просвечивания при послучевых изменениях. То есть диффузия нам поможет здесь мерцедив выявить или же нет? Если вы смотрите на карту ЭКД, то поможет. Вообще после лучевой терапии, если исследовать рекомендации Амьесур, мы можем назначать исследование МРТ проводить через 3 месяца. То есть после хирургии они рекомендуют ни ранее, чем через 6 месяцев, потому что вероятность раньше выловить рецидив достаточно невысокая, и грануляционная ткань представляет для нас проблемы, то на послелочевых изменениях 3 месяца. Через 3 месяца вы можете доверять ЭКД. Но даже особенно пострадиационный отёк, грануляционная ткань на диффузии, на ДВИ с высоким фактором, они будут светить. Вы просто ставите рядом ДВИ и ЭКД, и вас интересуют те участки, которые светят на ДВИ и дают низкий ЭКД. Пострадиационная индурация клетчатки сохраняет высокие показатели на ДВИ в течение года, не меньше. Спасибо. После операции с грануляционной тканью первые 6 месяцев очень туго, потому что там будут зачастую участки ограничения диффузии, связанные в том числе с кровоизлияниями. Здесь сложно. А ещё вот такой вопрос, потому что до сих пор стоит вопрос о скрининге опухоли. Помогает ли диффузия выявить образование меньших размеров? Потому что мы знаем, что любой метод имеет какие-то минимальные разрешающие способности. Может ли, например, диффузия при раке шейки матки выявить опухоль небольших размеров, 4-5 мм, или для этого она не используется? Если сравнивать Т2 взвешенное изображение и диффузию, пространственное разрешение у диффузии гораздо хуже. Для примера, на Т2, которое используется для исследования малого таза, рекомендуемое пространственное разрешение 0,6 на 0,6 мм. На диффузии где-то 2 на 2 мм. То есть с мелкими структурами диффузии работать очень сложно, потому что как только вы пытаетесь делать лучшее разрешение, у вас сразу падает контрастность. И в рекомендациях, опять же, в гайдлайнах ЕСУР МРТ в принципе не рекомендован как скрининговый метод, потому что очень часто лучевые диагносты, которые занимаются МРТ, очень пытаются его продвинуть как скрининг послеоперационный. ЕСУР четко совершенно настаивает на том, что это всегда должно быть направление, то есть первичен клиницист, и в дальнейшем случае МРТ это как какие-то решения проблем, потому что иначе это не будет работать, особенно принимая во внимание длительность и цену исследования. Я правильно вас поняла, что если мы говорим о раке шейки матки, то это имеет смысл только для оценки инфильтрации, параметрии, вот то, что вы говорили. Это опухоли размером порядка сантиметра, потому что всё, что мы ищем меньше, это всё здорово, но по рекомендациям, опять же, ЕСУР и согласно моему опыту, все объёмные образования меньших размеров лучше всего подславливаются на ДКУ, то есть когда, например, на динамическом контрастировании, когда речь идёт, например, о планировании трахилоктомии, а мы на Т2 взвешенных изображениях вообще опухоль не видим, не то чтобы оценку какого-то распространения дать, мы не можем её найти, чтобы локализовать относительно внутреннего зева, там и далее. В этом случае лучше всего помогает динамическое контрастирование. Как только размеры приближаются к сантиметру и дальше, с диффузией нет проблем. Большое спасибо. Ещё такой маленький вопрос. Тоже вот иногда бывает очень сложно дифференцировать. Вот то, что вы говорили, особенно у молодых женщин в репродуктивном периоде, то бы в реальное образование, да, и, предположим, какие-то эндометриоидные кисты, которые тоже носят характер геморрагический. Вот будет ли там как-то разница диффузия, или она будет одинаковая? Здесь очень интересная ситуация, когда мы сравниваем всё это, опять же, в комплексе с Т2 и с Т1. Мы можем дифференцировать. Здесь даже больший интерес представляют собой не тубавриальные септические образования, а эндометриоидные кисты, в которых появляется солидный компонент. И здесь, соответственно, начинается, особенно когда есть выраженный спаечный процесс, ультразвуковое исследование, СТДК затруднительно в этой зоне, там, предположим, трудно добраться. Вот на МРТ диффузия здесь в этом случае… Ну, некоторые сонографисты говорят, что это бывает сложно, отправляя таких пациентов к нам. Такое бывает. Я не знаю, в чём-то бывает сложно. Да, такое бывает. И в этом случае диффузия работает, если, опять же, мы чётко разделяем жидкостный компонент, потому что любой геморрагический компонент будет ограничивать диффузию, и солидный компонент. Тоже ограничивает диффузию? Нет, вот солидный, например, даже при децидуализации эндометриоидных кист и при формировании в них просто как грануляционной ткани или фиброзной ткани, она не будет давать ограничения диффузии. А вот эндометриоидные раки их удаётся подхватывать на этом этапе. Но, опять же, размер при этом тканевого компонента у нас нет такой разрешающей способности, как в УЗИ. Размер должен быть хотя бы 5-6 мм, потому что всё, что меньше, у нас всё это усреднится на диффузии совершенно точно. Многие пытаются сделать диффузию с хорошим разрешением. Это приводит к тому, что падает контрастность. В силу того, что чем меньше у нас поле обзора и чем выше матрица, мы вынуждены поднимать ТЕ. Это делаем не мы, это делает сканер. И в этом случае участки ограничения диффузии уже не будут такими яркими. Они будут демонстрировать сигнал более низкой интенсивности, и мы теряем свою чувствительность.